Добрый вечер! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Добрый вечер! Наш элитарный клуб «Обитатели дна», как красиво расшифровал Марк, «Достояние нашего общества». И ничего, что это общество состоит из трёх человек. Все мечтают сюда попасть, но повезло только им. Седьмая строчка. Мистер «Самая красивая осанка проекта» Марк Тишман. Браво! Браво, Марк! На строчку ниже опустился поющий ведущий Вячеслав Макаров. Он умолял своих коллег и рвал на себя усы. Не ставьте мне высоких оценок. И есть! Есть дружба в нашем проекте. Друзья не подвели. Король дна остался на своём троне. Стас Катюшкин! И как всегда, сегодня у нас будет гость. Задача которого посмотреть со стороны на наш музыкальный дурдом и поделиться своими ощущениями от происходящего. Девиз этой красивой женщины полностью отражает наше настроение. От чего мы сами кайфуем, то другим и предлагаем. Да-да, это её слова. Встречайте, легендарная певица, железная леди нашей сцены, Ольга Кормухина! Ну, во-первых, мы вам очень рады. А во-вторых, мы знаем, что вы всегда готовитесь к любому появлению. Поэтому наверняка успели посмотреть хотя бы один выпуск нашей программы. Не страшно ли вам? Ну, нет, меня трудно испугать после того, как ты ходил на разборки в 90-е и сам с бандитами. Не получится. И на самом деле, мне кажется, что это здорово, когда ты можешь посмеяться над собой. Это главное качество в человеке. Правда? Я тоже стараюсь, у меня, правда, что-то не получается, репертуар не позволяет. Ну, очень бы хотелось. Вот пришла, думаю, научите, может быть, на старости лет. Но мы вам торжественно обещаем, что и сегодня 100% всё закончится хорошо. Правда, что будет в середине, мы предсказать не сможем. Я помогу. Занимайте ваше почётное место на вершине нашего хит-парада. Встречайте Ольгу Кармухину. Главное, не удивляйтесь всему тому, что здесь будет происходить. Правила вы уже знаете. Но напомню, шоу 9 артистов, которые пробуют свои силы в 9 музыкальных категориях песен. И в финале каждого выпуска расставляют друг другу оценки от 2 до 9 по системе Евровидения. У вас, Ольга, тоже есть 9 баллов, которые в финале программы вы можете либо распределить между участниками так, как захотите, либо отдать одному участнику. И ещё, мы обязательно должны это сказать, в этом шоу только живой звук. Ну что, Тимур, 3-4? Как всегда, мы начинаем шоу Масклова! Комментарий после общения со Стасом Костюшкиным – это отдельное удовольствие. Особенно, если сравнивать с оценками, которые он получает в финале программы от своих коллег. Вот что о нём говорили коллеги. Блестящий артист. Браво, бис, мне понравилось. Классно, великолепно, фантастически, невероятно, прекрасно, мастер перевоплощений. Ты мне снишься, я твой фанат, и... И после всего этого он всё равно остаётся королём дна. Встречайте, их величество, Стас Костюшкин и категория «Песня по своему выбору». «Фантастик» «Форт и казунду кунус ту ма ре та...» «На капуле лэ гави, сни ёер арзота...» Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 I love you, I need you. Это просто феерия какая-то. Хочется обратиться к человеку, кого русские песни трогают больше всего. Пожалуйста, Толик Цой говорит, родной. Толик, ну скажи. Во-первых, Кири, я хочу тебя попросить, я себя поймал на мысли, что вот когда ты вот так говоришь о комментариях всем, я бы хотел, чтобы ты всегда вот так разговаривал, потому что это... Это так поднимает настроение. Стас, мне кажется, сегодня ты не очень. Да, 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 это просто... Я не возьму тебя в хоровод. Ты посмотри, что ты сделал своим вот этим голосом, поднял весь зал, поднял нас. Да люди отвернулись, они такие... Да на, так на, да. Это что за кошмар вообще? Я искренне тебе могу сказать, что сегодня я увидел лучшую версию Надежды Кадышевой в твоем лице. Просто the best. Она вернется. Спасибо, спасибо, друг. Карина, ты одна из первых вообще подскочила танцевать. Слушайте, когда я увидела фиолетово-сиреневые колосья с малиновой березой, мне захотелось узнать, что вы принимаете? Когда... Все здесь, все на полях, все на лице. Там мухоморы и все остальное. И когда Кирилл запил, все сразу стало понятно. Он что-то со шляпы своей съел, да? Слушай, на это было рассчитано. Спасибо, я так не смеялась. Но ты просто украл хлеб сейчас у Костюшкина. Твою стасненько расстроился. Ой, это было очень круто и очень весело. Спасибо. Мне интересно, вам самим не стыдно? Ну вот вам самим не стыдно, что вы все хотите сделать, как я. Так запомните, у вас нет такого дара и таланта. У вас нет такого, как я. Да. Я такой один. Ну ладно, нас таких двое. Я и ты. Красава. Очень сильно смеялась Диана Анкудинова. И тоже одна из первых начала танцевать. Ой, у меня столько эмоций, меня просто переполняет смех. Как это оценивать? Расплажься вообще. Подожди, как оценивать? При всем при том, что это было смешно, он же круто спел. Классно. Ты понимаешь? Вибрато было? Это же тоже не надо забывать. Поэтому оценивай. Это чудовитое Кадышевское вибрато. Правда, что ты эту песню пойдешь в той же тональности, что у Кадышева? Да. Ну и все. Марк. Я хочу сказать тебе, Кирилл, что ты попал в историю. На моей памяти ты первый артист, во время выступления которого зрители встали, повернулись к нему спиной и стали смотреть на нас с Костюшкиным и отчасти побросали платки, лишь бы вот не поворачиваться снова к тебе. Я тебе скажу, что это было первый и последний раз у вас на дне. Просто я попросил, чтобы туда посмотрели. Чтобы наконец-то на вас хоть кто-то посмотрел. Если серьезно говорить, то мне очень нравится твой путь в этом проекте. Потому что мы помним, как ты начинал. Ты пел про сироту, потом у тебя был невероятный вокальный номер, потом что-то у тебя как-то ты понял, что как-то не так сильно заходит, и ты ушел в юмор. Скоро ты будешь здесь. Дорога. Отличный путь. Дорогу я выбрал. Ямористы внизу. Понятно. Ольга, мы видели, как вы смеялись. Вам этот номер, говорят, на молодежном заходил. Я, честно говоря, от души посмеялась и получила огромное удовольствие. Но как человек, испорченный в гиком, я очень люблю режиссеров, которые забилуют символами различных своих картинок. Какие-то Арковский, Бергман. И вот здесь, когда появилась картинка эта, я подумала, ничего себе, апокалипсис какой-то. Покрытая паршой пшеница и деревья в огне. Думаю, апокалипсис. Юля, это не про тебя. И я... Потом я поняла, что у нас певицы все народные, они Надежды. Бабкина Надежда, Кадышева Надежда. И я поняла, почему была такая апокалипсиская картина. Надежда умрет последний, ребят. Давайте. И ждать, надеяться и верить. Все умрем, а Надежда умрет последний. Это точно. Кирилл Туреченко. Браво! Невероятный, многогранный, но просто, просто... молодец, Кирилл. А сейчас будет категория песни из кино и мультфильмов и гениальный хит. Как будто про наш проект писали. Скажи, там поется про золотые сундуки, про то, что изумруды и рубины осыпаются дождем. И знаешь, где это происходит? Где, где? Ясное дело, на дне. И теперь становится понятно, почему этот мальчик упорно сидит в своем кресле, как будто его приклеили. Ждет, когда остальные участники начнут терять золотой песок, драгметаллы, самоцветы. В общем, встречайте, Карина Кокс. Эта песня посвящается ему одному королю дна. Наконец, начали работать на меня. Наконец. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла смеет. В море ветер, в море пуля, в море воют уроганы. В синем море тонут лодки, и большие корабли, корабли на дно уходят. С якорями, с парусами, на морской песок роняя золотые сундуки, золотые сундуки. Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты, изумруды и рубины осыпаются дождем. Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся мальчик с нами, будешь нашим королем, ты будешь нашим королем. Пусть сеять ветер в море, в синем море белой пене, пусть захлебываясь в пене, в море тонут корабли, пусть на дно они ложатся. С якорями, с парусами, и тогда твоими станут Золотые сундуки, золотые сундуки Корабли лежат разбиты, сундуки стоят раскрыты Изумруды и рубины осыпаются дождем Соглашайся быть богатым, соглашайся быть счастливым Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем Ты будешь нашим королем Ты будешь нашим королем Нашим королем, нашим королем Нашим королем будешь нашим королем. Нашим королем, нашим королем. Нашим королем будешь нашим королем. Король Стас! Спасибо! Королева Карина! Да слава тебе! Спасибо! Самое первое место для самого последнего. Песня по заказу последнего места нашей турнирной таблицы. По крайней мере, мы теперь знаем, кому сегодня с утра сделал денежный перевод Стас Костюшкин. Мне кажется, это шоу крутится вокруг тебя. Шоу Стас Гоу Лон. Ну что, слово королю. Карин, вот будет у меня у детей детский праздник, я тебя приглашу. Подожди, а ранчо свое? Ранчо мы сдули. Ты забыл? Ранчо, а дом на сексе, дом в Неаполе, господи. Вот это будет праздник. Ты с ранчо, я с королем. Вы вообще заметили, да, что люди... Ты с ранчо. С ранчо. С ранчо. Почтите. На самом деле, действительно, есть золотой голос, есть король попсы. Наконец-то есть король дна. И это я. Все. И самое прекрасное, что ты гордишься. И вам, король. И мы гордимся. А знаешь, я горжусь тем, что все хотят занять мое место. Все. И все делают номера, похожие на мои. Занять. Законодатель. Просто законичь. Не, законичь. Покое. Да. Точно. Марк. Я хочу поговорить об ошибке, которую допустила Карина, и которую никто не заметил. Так. Мне кажется, у нее случилось головокружение от успеха, да? Да. Вы помните, на прошлой неделе. Да. И ты, Кариночка, расслабилась. И допустила ошибку. Молодец. Молодец. Ты целилась в короля, а попала в жижу с ранчо. Марк, ты как всегда точен. Подожди, я должна была в тебя попасть, да? Это потрясающе. Ты понимаешь? А есть еще корона для Марка? Есть? Подожди. Мне блеск твоего пиджака замылил глазами. Просто, понимаешь, если следовать логике и словам этой песни, о которой мне музыковедчески нечего сегодня сказать, то он король, а мы со Славой затонувшие корабли. О-о-о-о. Но это не так, вы мальчики. Я возьму себя в руки и буду объективным. Классно пела, классно звучал голос, была обаятельная супер-версия песни. Мне все понравилось. Браво. Спасибо, Марк. Спасибо. Бронь короля. Хотелось бы обратиться к прекрасной, очаровательной Али Симон, которая сказала Карине, что ей идет быть стервозиной. Вот. Так сейчас была стервозиной или кто? Стервозина морская. Ну вот эти хип-хоповые вставки, они вот сделали как раз то, что должны были сделать. Они высветили тебя, потому что это твой стиль, это вот эта дерзость какая-то, вот эти вот танцы. Я восхищаюсь тобой всегда. Спасибо, Алиса. Спасибо. Заключение лечащего врача. Вердикт, так сказать. Лечащий врач отдыхал. И бывают такие моменты в празднике, знаете, когда... Ну я тут себя чувствую как старший товарищ, да, на празднике детей. На утреннике, да? Да, на утреннике, да. И эта песня из детства совершенно спасибо большое. Это беспровержный номер был абсолютно. Спасибо. Да, это когда ставишь детям мультфильм и спокойно ходишь по делам. Точно. Вот красиво. Спасибо, Ольга. А что скажет наш грибник, который попытался сместить с трона короля в течение танца? Скажи мне что-нибудь, да, своим голосом. Кариночка, я тебе, знаешь, что скажу? Я скажу, что ты, конечно, девочка зеленая еще. Для потоки сейчас расплачивается. Такая, знаешь, еще, ну как гусеничка такая. Но когда-то ты превратишься в бабочку. Мы очень этого ждем. И эти два муравья рядом, чтобы они тебе твой кокон не разгрызли. Беги с этой сцены. А кто сказал, что мы муравьи, мы стебельки. Спасибо, обожаю. Ай, хороша, Наденька. Извините, я сам не знал, что она вселилась в меня. Концерты с Юсифом Эйвазовым, представляешь? Люди придут послушать классическую музыку. Они говорят, родные мои, хорошие, любимые. Юсиф Эйвазов и группа «Золотое кольцо». Ты прикалываешься? Ты прикалываешься? А если я сорву? А если мы будем петь оперу, а я сорвусь? Представляешь, там? Да, извинись. Хочется сказать тебе, чтобы ты тоже осталась с нами, но, боюсь, они будут завидовать. Поэтому просто Карина Кокс! Потрясающе! Спасибо. Ты стоишь ближе к уходу и все время целую только тебя. Понимаешь? Давайте откровенно. Алиса нас удивила. Мы не были готовы к такому стремительному преображению. Совсем недавно она куталась в шаль, в бодуаре и была блистательной дивой. А потом вдруг бац, рокерша и смокки айс. Да, и поэтому сегодня мы поглядываем за кулисы с опаской. Похоже, от нее всего можно ожидать. Встречайте, удивительная и непредсказуемая Алиса Мон и категория Грэмми. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Увидев Алисыные номера И не заподозрят меня в предвзятости Ну как я могу говорить иначе? Когда Алиса из программы в программу Нас удивляет, дарит нам такие крутые номера Совершенствуется и постоянно делает что-то невоображаемое То, что я реально не могу представить, что она это может сделать Поэтому в очередной раз, Алиса Я преклоняюсь пред тобой, пред твоим талантом Я тебя очень сильно люблю Спасибо тебе, дорогая Сейчас приду, тебя пощупаю Кариночка Алиса, ты опасная женщина А декольте твое еще более опасное Сверху видно все Как Тимуры стоят рядом Как вы это выдерживаете? Мы держимся за микрофон, все в порядке Хорошо Ты мне все время говоришь, что мне нужно быть немножко С первой Но сегодня я поняла, у кого мне стоит поучиться этому О! У тебя Ты прекрасна Как хорошо Пару слов от Надежды Кадышевой Значит так, смотри У тебя все, конечно, хорошо Но обернись Обернись и посмотри Видишь вот эту кучу денег? Смотри Если хочешь зарабатывать столько, золотое кольцо тебя ждет Хорошо Хорошо Это у нас один корпоратив Столько стоит Ну и в заключении Спасибо Будет говорить Самая юная участница нашего шоу И это не случайно, потому что Песня «Hit the road jack» в следующем году Будет, знаешь сколько? 60 лет Диан А ты ее, естественно, прекрасно знаешь Конечно, я ее тоже пела Вообще, если честно, вот прям по чесноку скажу Номер очень куцый Был бы, если бы не Алиса О, научилась Смотрите Курсы Костюшкина Костюшкин всех покусал Школа Костюшкина Шаспинс Костюшкина Спасибо тебе большое Я получила огромное удовольствие Потому что я абсолютно не ожидала, что ты так умеешь Я вообще благодарна этому проекту Что я познакомилась с такими людьми Это просто Нет слов Диана, я тебе больше скажу Благодаря этому проекту Многие люди в стране Познакомились с этими артистами Несмотря на то, что они были знакомы Были кассеты, были диски, были пластинки Но вы впервые, наконец-то Говорите от сердца Те комментарии, которые вы даете после выступлений Это все-таки мысли ваши Человеческие, не артистические Это очень важно Мы увидели вас людьми Конечно Шоу Мазгон на НТВ Только попробуйте нас пропустить Самые человечные звезды Только у нас А это Алиса Мун Браво Спасибо огромное Помнится, Юля на всю страну призналась, что любят пожестче И вообще фанатка тяжелой музыки в стиле хэви-метал Поэтому я вообще не представляю ее в категории советская песня И правильно не представляешь Юлю бы в первый же день выгнали из пионеров Пропесочили бы по профсоюзной линии вот за эти шмотки заграничные Объявили бы бойкот с занесением в личное дело Слушай, я прям боюсь тебя, Баттер, в такие моменты Знаете что, давайте ненадолго окунемся в наше светлое прошлое Юля Паршута и категория советская песня Разлуку К морю в ладонях издевших печаль нанесу я У моря Утром и ночью глаза на песке я рисую Рисую Глаза, что похожи на дальнюю тихую осень А в волны А в волны глаза твои синие море уносят И не приносят море Верни глаза его Верни слава его Верни слава его Верни слава его Но море все время в лицо мне смеется холодное море. И чайки протяжно и громко кричат над водою о горе. Рисую, рисую тебя все раз на песке под луною о море. А море крадет тебя снова коварной волною. Он носит и не приносит море. Верни глаза его, верни слова его. Верни свидания, верни весну. Все, что утеряно, все, что утрачено, все, что загаданно. Скорее верни весну. КОНЕЦ Юля Паршута и Макс Баранкевич. Браво! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Давайте начнем с Карины. Карина. Мне кажется, после твоего номера этот выпуск можно назвать кровопролитным. Ну, это что-то было невероятное, потому что ты начала настолько по-доброму, по-советски. Ну, если ты... Ну, ты понимаешь, это эмоция такую чистую, советскую. И потом такой нерв. Ну, я просто... Извини, я не смогла просто встать, потому что у меня ноги бы подкосились. Это было грандиозно. Спасибо. Спасибо, Карина. АПЛОДИСМЕНТЫ Слава, скажи ты. А что это за песня, никогда я не слышал? Кто исполняет? Эта песня «Глаза на песке» была написана поэтом Рыбчинским. Когда он ушел в армию, девушка осталась его ждать и не дождалась. А кто исполняет ее? Тамара Мьянсарова. Тамара Мьянсарова. Я, к сожалению, никогда не слышал эту песню, я услышал ее впервые. Это было грандиозно. Спасибо. Меня пришибло. Редкое сочетание, когда вокал дополнял танец, а танец дополнял вокал, и в какой-то момент вы слились в единое целое. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Ура. У нас получилось. Я не подлила Макса, я надеюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ Его собирают по частям сейчас, я думаю. Ну что, слово другу. Я когда-то путешествовал в Португалии, и там везде поют песни фаду. Везде. То есть эти фаду, они с ними. Когда я спросил, что это, как родилась ваша песня фаду? Они говорят, когда мужики уезжали на долгие, на несколько лет, то женщины приходили к берегу и океану пели вот эту песню. Она каждая пела одному своему мужчине. Как мне тяжело. Вернись. Я не могу без тебя. И вот для меня это была чистая фаду в этом смысле. Ты плачешь. Ты стонешь. Ты надрываешься. Ты шепчешь. Ты, сжимая кулаки, шипишь. И вот это было все сегодня в тебе. Слушай, это было грандиозно. Спасибо, Марк. Спасибо. Кирилл, прошу. Ты вспоминаешь, да, какая песня была неделю назад, и какая у нас разная Юля? Так это классно, что мы в шоу так меняемся, да, вот я не ожидал. И ей идут больше такие песни, честно. Ну, она пела там вот эти сердючки. Понятное дело, но классная песня, веселая, но страдаешь ты лучше, чем веселишься. Ну, прости, пожалуйста. Ты что сказала бы Надежда? Послушай, девочка, значит, бюстгальтер одевается под платье, во-первых. Ай, хорошее. Это раз. Во-вторых, смотри, вот то, что ты там кричала иногда, вот одна нотка мне очень понравилась. А-а-а. У нас она в Золотом кольце постоянно. Это постоянно. И я хочу тебя пригласить. Мужика, бери с собой. Придумаем. Давай. Придумаем, куда пристроить. Приложим рук. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Надежда. Если надо, подорожник приложить. АПЛОДИСМЕНТЫ У него там на шляпе и подорожник. Коленки там немножко, видишь, подряпало. АПЛОДИСМЕНТЫ Разрядил. Алиса. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, я просто прибитая, правда, и от номера, и от исполнения. Какая-то ерехонская труба, понимаешь, которая пробила так, вот у меня цвело ногу, это знак. Потому что это правда, это что-то такое, вот, нельзя это объяснить. Это здорово. Вот я о чём. Всё. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Ольга. АПЛОДИСМЕНТЫ Но почему вы испортили такой номер, Юля? Почему на месте этого парня не был Стас Костюшкин? Тогда было понятно, кого вы выкликаете со дна. АПЛОДИСМЕНТЫ Влилась, Ольга, в наш коллектив. АПЛОДИСМЕНТЫ Наконец-то, ура! Это же так кричать можно и со дна поднять человека. У-у-у. Вот это точка. Спасибо, Ольга Карвукина. Спасибо, Ольга. АПЛОДИСМЕНТЫ, друзья. Браво, Оля, браво. АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь, пожалуйста, искупайте в овациях фантастическую Юлю Паршутов. Браво! Юля Паршутов. Браво. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо тебе. АПЛОДИСМЕНТЫ Неделю назад Анатолий Цой по совету друзей перестал, наконец, ныть и грустить в песнях. Толя словно выпустил внутреннего льва на волю. Сорвался с цепи и уверенно забрал серебро прошлого выпуска. Посмотрим, куда сегодня допрыгнет наш хищник. Встречайте, Анатолий Цой и категория ТОП ХИТ! dużoוקбуль. watersчётwork. АПЛОДИСМЕНТЫ Играем 알�айя и найд vontade миллиметрцев на свою фантастическая юン консистические Judy. Что planning это за новую фантастическую reach? ac society со lacked 황изментов. СУzug yield? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ты танцевала почему-то с Марком Тишманом русские народные танцы. Вообще это блистательно. Е-е-е-е. Феноменально. Это перевод на английский знаменитой песни «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белому свету». Е-е-е. Толя, ты закружил мои кружева. Взбудоражил мой маленький Октоберфест. Взбудоражил мои кружева. Маленький Октоберфест. Мне очень понравилось. Второй участник вот этого мини-хоровода, Марк Тишман. Пожалуйста. Ну я не раз уже говорил о том, что у тебя такой крутой материал, природный. И у меня все время вот эти последние два номера, вот сегодняшний и Монатика, да, то, что ты пел неделю назад. И расскажите птице. И мне так интересно, вот знаешь, как ты будешь развиваться как артист. Что ты для себя выберешь, потому что это взаимоисключающие вещи. Ну то есть какой путь ты для себя нащупаешь. В этом ты такой, как многие. Но в том, в тебе проявляется какая-то магия. Нечто больше, чем в 99% других людей. Ну так мне кажется. А с номером поздравляю. Спасибо. Ну что же, дадим слово человеку, который мог бы сказать, там, где вы учились водить хоровод, я преподавала. Кирилл Туриченко, он же Надежда Кадышева сегодня. Туриченко, дорогой, если ты не хочешь жить в однушке в нищете, начни нормальные песни петь уже. Широка река, глубока река. Мы тебе еду здесь даем, а ты... Куда? Куда? Туриченко, я тебе предлагаю контракт. У тебя будет одна песня. В середине широкей реки там есть рэп. Но получать будешь больше. Договорились. Это будет крутая коллаба. Ой-ой-ой. И платок разверни, нормально одень. Вот так? Бабушка бой. Дианочка, скажи, пожалуйста, тем более вас заподозрили на прошлой программе в симпатии, в такой не только творческой... Столикнейшая правда. Я даже скрывать не буду. Просто сейчас... Это взаимно. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, дяденька. Дядя Толик. Дядя Толя. Вот балаган. Эти взрослые. Мне интересно, тебе вот, честно, вот между нами, тебе было сложно петь эту песню? Откровенно скажу, это самый сложный трек, который я исполнял на этом шоу. Реально. Ну, то есть, прям очень сложно мне дался этот номер. И танцы, и тексты, и все. Это, ну, вот по ощущениям. Тогда я тебя поздравляю, потому что по моим ощущениям это было абсолютно легко. И я заметила, что танцуешь ты даже иногда лучше, чем поешь, понимаешь? Зрители полностью согласны. Мне такой ты нравишься больше, честно говоря. Спасибо, я учту. Спасибо, Ильяночка. Что скажет монарх? Я человек взрослый, без пяти минут пенсионер. Но даже я знаю, что обязательно на таких номерах должна торчать резинка от трусов. Торчи... Торчи! Все нормально. Вот теперь да. Все на стиле. Есть все. Круто. Не думал, что Костюшкина так легко обрадовать. Сегодня, после такого фееричного выступления, мы должны проводить Толю только одним словом. Е-е-е-е! Три-четыре! Е-е-е-е! А Толицой! Красавчик! Красавчик во всех смыслах этого слова. Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Е-е-е! В такую промозглую погоду очень хочется чего-то яркого, веселого и ритмичного. Такого, чтобы... Ну, душа согрелась, правда? Конечно, правда. Но Марк Тишман просил передать тебе волшебную рифму. Хочется – перехочется. Встречайте! Марк Тишман и самая осенняя песня в категории «Песни конца 20-го века». Первая любовь Как ты далеко Ночью листопад Постучал в окно Я накрою стол Позову гостей Старые друзья В комнате моей Звучит ночи осенний джаз Танцуй со мной в последний раз Поет и плачет сердце полно В эту ночь играет он Все расставание впереди Печальный глаз не отводи Танцуем мы в последний раз Моей любви осенний джаз Музыка дождя Музыка дождя Плачет за окном Больше никогда Нам не быть вдвоем Видишь на дворе Кружит листопад Первую любовь Не вернуть назад Звучит ночи осенний джаз Танцуй со мной в последний раз Поет и плачет сердце полно В эту ночь играет он Все расставание впереди Печальный глаз не отводи Танцуем мы в последний раз Моей любви осенний джаз Не хватает нам Лето теплоты Упаду к листву Белые цветы А я накрою стол Я позову гостей И только нет тебя В комнате моей Звучит ночи осенний джаз Танцуй со мной в последний раз Поет и плачет сердце полно В эту ночь играет он Что расставание впереди Иди, печальный глаз не отводи Танцуем мы в последний раз Моей любви осенний джаз Танцуем мы В последний раз Моей любви осенний джаз Браво! Морк Тишман И наши фантастические VR-технологии И осеннее танго Донного жителя Мне кажется, в такой ситуации Мы обязаны обратиться К человеку Который уже Имел отношение С этой микрофонной Стойкой сегодня И надо сказать Она отвечала ему взаимностью Пока не появился Марк Тишман Дорогой Станислав Михалыч Марк Каждый раз Когда ты поешь У меня посещает Одна и та же мысль Когда же ты заткнешься? Самое лучшее Что это единственный момент За всю программу Когда тебя посещает мысль В принципе Ну она есть Браво! Отбил! Отбил! Голевой пас Но я На самом деле Я хотел сказать Почему я жду Когда заткнешься Потому что ты все время Душу мне разрываешь Своим перенем Обожаю тебя! Браво! Спасибо! Самое время передать Слово лечащему врачу Неожиданно было После Анжелики После этого Такого высокого голосочка Услышать мужской вокал Ну в общем знаете Можно и не петь Вот настолько красиво все Мне все нравится Что можно ходить туда Ходить сюда Обложка мужского журнала Мне кажется плачет Обложка мужского журнала Причем поющие Вот так ее переворачивает Да-да Ла-ла-ла-ла-ла Е-е-е-е-е-е Дианочка У меня появилось какое-то сравнение с номером Славы на прошлой неделе. И я вспомнила, что мне тогда не хватило, чтобы он присутствовал в номере, именно чтобы он как-то действовал, взаимодействовал с танцорами и все остальное. Ты прекратишь меня унижать второй программу. Да что такое? Я на прошлой программе выслушал все, что можно было. Ты посмотри, он на фибере сегодня пришел. Но я боялась, что в этом номере будет то же самое, но оказалось совсем нет, потому что стойка так классно взаимодействовала с тобой, Марк. После того, что он сделал со стойкой, он обязан на ней жениться уже. Это было очень фирмово, очень классно. Спасибо. Слово нашему мистеру Белому. Совершенно верно. Мистер Уайт сегодняшний, Вячеслав Макаров. Мини. Марк. Марк, дорогой, слушай, вот эта вся визуализация, нотки, сикзофон. Очень умно, уже очень умно. Меня это все вернуло в мое детство, когда мы всей семьей смотрели песню «Года». И так на душе стало тепло, захотелось есть крабового салата, насладиться этими песнями. И, кстати, когда ты голову положил на микрофонную стойку, я так понимаю, ты изобразил плачущий саксофон? Ой, Слав, лучше тебе не знать, что я изобразил. Ну ты и фантазер, Марк, ты и фантазер. Ты в этом репертуаре очень гармоничен. И мне безумно понравилась сегодняшняя теплота, которая исходила от песни, от тебя и от номеров целых. Спасибо. Сегодня не было советского звучания, как в прошлый раз ты услышал? Нет. Нет, сегодня... Сегодня было чехословацкое звучание. Чехословацкое что-то, да. Карл... КДР где-то вот там. В общем, тебе понравилось, поэтому два, правильно? Мне зашло два. Как обычно, да. Поговорим с человеком, у которого во время этой песни от радости заяц перемещался с одного поля шляпы на другое. У меня... А яйцо чуть было не снеслось, да. Он меня искал. Марка, можно, не знаю, его можно бить, не знаю, там, что угодно, знаешь. Он всегда звучит стабильно, знаете, вот мне такое ощущение, что он пел под фонограмм. И ты прозвучал мне абсолютно по-другому, по-новому, даже немножко лезгинки там дал в серединке. Да, я же из Махачкалы все-таки. Там вот этот палец был из Махачкалы. Ты когда вперед пошел, я уже почувствовал, что я тебе что-то должен. Ты это... Тогда деньги отдашься. Надо было в какой-то момент звучать на части. Мне кажется, что... Ты прям хотел, но сдержался. А надо было. Юлечка, плесните Елея. Мне кажется, что это немного напоминало великий Гэтсби. Это такая роскошь, до которой вот хочется дотянуться, и ты вот уже, уже вот здесь вот... И раз! Не дотянулся. Спасибо. Сейчас приду, дотянемся. Я хочу, чтобы мы вспомнили композитора Юрия Варума, который... Папа Анжелики Варумы, который написал такое количество удивительных песен, которые живут уже много десятилетий, что в этом жанре большая редкость. Марк Тишман, друзья! Марк Тишман знает, что поет! Ты знаешь, Баттер, правда в том, что даже самые шокирующие, самые ультра-современные песни лет через 20 станут винтажем. А мы будем кутаться в плед, шаркать ногами и нарадовать внукам, плясать на днях рождения ВОК, Хасл и Крамп. Так это что, под Моргенштерна, что ли? Ну, перспектива так себе, конечно. У меня были другие планы. Но сейчас не об этом. Сейчас давайте насладимся модным звуком от Славы Макарова в категории «Новая музыка». Славы Макарова в категории «Новая музыка»! 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Извините, ради бога извините, простите, извините, извините, простите. Слав Макаров! Спасибо, что живой! Вау! Слава просто уложил на лопатки и все, кто был на сцене, и все, кто сидел в зале и смотрит сейчас нас по телевизору. Ну что, Карина! Карина, туши! Туши! Вау! Слава, ну спасибо! Ты такое подарил настроение и такие эмоции. Ты просто перевернул вверх дном. Мне кажется, ты окажешься сейчас на моем месте точно. Я тебе желаю, но это было очень круто. Спасибо, Карина, спасибо. Величество тронуто. Наши-то рвут, понимаешь, да? То слово! Браво! Спасибо, Стас! Марк Тишман. Наши-то действительно рвут сегодня. Кроме меня, Костюшкина и Слава больше и посмотреть не на кого. О! О! Какие дерзкие вообще! Ты смотри, а Марк хочет остаться, реально, Марк хочет остаться. Поразительно, поразительно. То есть он начинал это шоу как интеллигентный, тонко чувствующий человек, который рассуждал о музыке, о глубине композиции. А закончил как пьяный саксофонист. Совершенно верно. Одел пиджак Баскова, сидит, что-то свещает непонятно. Вот смотрите, сколько разговоров, да? А выхлопа? Все ведь под ножницы. А тут каждое слово на дне. На вес золота. Слово тебе корона. Слово тебе пуля в живот. Слово на тебе золотой пиджак. А они вот это и кибана пластиковая. А ты не завидуй. У меня же всегда есть поесть, а ты свое золото грызть будешь там на дне. Это был блестящий номер. Песня, вокал, ты, хореография, спецэффекты. Это было одно крутое большое впечатление. Спасибо большое. Спасибо. Твердая двойка. Кирилл Ториченко. Слава, но ты как-то хочешь вырваться очень стремительно. Ты сегодня прям, ты хочешь, тебе не нравится компания внизу, что ли? Ты нафига такие песни выбрал-то? Это было круто, честно тебе скажу. Спасибо. А что скажет Надежда Кадышева? А Надежда скажет другое. Сыночек мой, будешь пить компот? Я знаю, у тебя рот большой, но ты это доказал сегодня. Ты просто разлил компот на пузо. Не надо больше, Слава, все, остановись. Ты уже сегодня точно вылетишь наверх и место для кого-то освободишь. Ольга. Мне хочется сказать, как смешалось. Я вам верю, Слава. Я вам поверила от начала и до конца вашего номера. Это был даже не номер, мне кажется, это были вы. Здесь все звезды сошлись, Слава. Спасибо вам огромное. До скорого, да. Ну что, обратимся к человеку, который, по-моему, единственный не стал тем самым беливером, в которого его пытался обратить Слава. По-прежнему сидит в такой вальяжной позе. Ты не поверил, что ли, во все происходящее? Да, ты же я. Да, ты же я. Да, ты же я. Если в эту программу говорила Диана Арбенина, говорили девочки, что им чего-то не хватило, какой-то дурнинки, чтобы ты уже раскрепостился, я думаю, что сейчас девочки согласятся, если бы Диана Арбенина увидела это выступление, они бы сказали, что они не зря все это говорили, потому что сегодня это годинка была. Спасибо, Толь, спасибо. Это лучшее выступление на этом шоу, твое лучшее выступление. Спасибо. Юля Паршутова, ты у нас петалист по годинкам. Годинка была на русском. Была годинка. Все не зря, я вообще, я тоже была соучастником программы по разозлению Славы с самого начала. А, так у вас был сговор? Манипуляторы. Конечно. Ну видишь, все не зря в этой жизни, понимаешь? Твоя эта лучезарная улыбка сменилась на звериный оскал, и тебе это очень идет. Спасибо. На самом деле, все люди, которых я повалил в этом номере, я представлял вас. Да, я знаю, так будет с каждым, да? На самом деле, друзья, правда, я ни с кем не соревнуюсь. Для меня лично большое счастье находиться среди таких артистов, как вы, потому что, по чесноку скажу, вот без всякой лести, я практически за каждым из вас следил, когда был маленьким. Друзья, я безумно счастлив находиться среди вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Красавчик! Слава Макаров! Браво! Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга, скажите, пожалуйста, это правда, что песню «Путь» написал простой парень из Тольятти? На самом деле, это парень непростой, он из силовиков, но уже как бы его нет с нами. Год назад он ушел, царство ему небесное, Сергей Саватеев. Я думаю, страна должна знать своих героев. Он как раз зачищал Тольяттиский знаменитый автозавод. И его друг, самый лучший друг, его напарник, он погиб, его взорвали. То есть они должны были вместе погибнуть, по идее. Но вот Сережа Бог уберег, и он написал эту песню, посвятил ее другу, этому погибшему. Поэтому вот такая история. Ну что же, сегодня знаменитый хит Ольги Кормухиной «Путь» прозвучит в исполнении Дианы Анкудиновой. Легендарный хит в категории рок. Шоу «Маск Гоуан». Одинокая звезда В небесах к себе манит А уставшая душа С каждым днем сильней болит День прожить, чтобы опять Ночью просто не уснуть Больше нечего терять Вдруг поняв простую суть И... С каждым днем небеса И... Вдруг услышишь голоса Вдруг выполнена Будьте еще чуть-чуть Мы тебе укажем путь Вдруг 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 Ты занишь руками в небесах, Ты вдруг услышишь голоса. Пойдем еще чуть-чуть, Мы тебе укажем путь. Пойдем еще чуть-чуть, Мы тебе укажем путь. Молит. 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 Диана Анкудинова! Браво! И песня Ольги Кормухиной. Ольга, конечно, первое слово вам. Это как колокол, знаете, вот сейчас она вышла, и это ощущение, что это какой-то вот древний инструмент, какая-то зурна, да? Было такое ощущение, что какая-то магия появилась древняя? И эта песня, ее чем проще поешь, тем она будет лучше. Но ей единственное за все время удалось совместить вот эту магию вокализа, в хорошем смысле слова вокализа, и смысла. АПЛОДИСМЕНТЫ Расстрельный номер, это расстрельный номер, потому что он в сердце. Спасибо. Спасибо тебе огромное, что ты не сдаешься, идешь своим путем. Я знаю, что Диана, она отказалась от самых заманчивых предложений, выдающихся, самых крутых продюсеров в нашей стране. И выбрала свой, может быть, тернистый, но единственно правильный путь. Поэтому я всегда буду тебя поддерживать. Мы с Алексеем сделаем все, чтобы это заняло достойное место на мировом небосклоне. Ты этого достойна, я говорю это абсолютно честно. Спасибо вам огромное. Марк Тишман, пожалуйста. Знаешь, Диана, больше всего мне понравилось, что ты сделала свою песню. Ты ни в одной интонации не повторила Ольгу. И мне безумно нравится, как ты в нашем шоу развиваешься. Действительно, твой голос провоцирует уйти в это самолюбование, уйти вот просто в вокализирование. Вот слушайте, потому что это феноменально, а больше ничего не надо. Но ты в этой песне, Господи, это так рискованно, ты шла по тонкому льду, чтобы в этой песне какая-то хореография, движение. Но ты это делала, и в этом не было ни грамма фальши. И твоя труба звала и призывала каждого. И каждый из нас, я думаю, сейчас был призван к какой-то своей очень важной задаче. Спасибо тебе за честность, за отвагу, за талант и за бесстрашие. Марк! Спасибо большое. Марк! Спасибо, Марк. От Марка Диана получила золотой неграмма фальши. Хорошая шутка, кстати. В моем! Алиса Мон. Твой голос, он имеет какую-то мудрость, ты понимаешь? Вот это удивительное что-то. Он действует на физическом уровне. И то, что происходит, когда ты поешь вот такие серьезные произведения, не побоюсь этого слова, мне кажется, правда, мы как будто лечимся. Поэтому низкий тебе поклон, что ты есть вообще. Юля Паршута. Важно вот это настоящее, где ты сейчас вот в эту секунду, каждую секунду вышиваешь свой путь этими тоненькими красивыми ниточками, но огромной мощью голоса или Ерихонской трубы, или набатного колокола, или голоса Родины Матери. Вот такая мне пришла ассоциация. И просто пестуй его, наслаждайся каждым мигом. И так здорово, что ты... На самом деле, Диана, вот простой, очень простой человек при этом всем. Это очень... А как по-другому? Это очень здорово. Спасибо, Россия. Слава, Макаров. Самое ценное, когда артист, в данном случае ты, может заставить человека вот даже на эти три минуты отключить мозг вообще от своих проблем, забот, нервов каких-то, еще вещей. Вот у меня сегодня, ну, это не надо говорить, у меня очень был сложный нервный день, и сейчас я отключился на три минуты. И исцелился. Просто пой всегда! Везде! Что бы ни происходило. Кирилл Куриченко. Диана, ты редкая такая черная жемчужинка, которая пришла на это шоу и всем сказала, что вы здесь делаете. Знаешь, вот примерно так. Да. И я заметил, что уже вторую песню ты отворачиваешься, у тебя слезинка, ты это все переживаешь. И ты каждую программу нам доказываешь, что нужно идти снова и снова к чему-то хорошему, к чему-то доброму, к чему-то настоящему. И это звучит в твоих нотах, в твоей душе, в твоем сердце. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Впервые обсуждение заканчивается внизу. Впервые он будет говорить последним. Не оплошай, Стас. Дианочка, все очень плохо. Прямо плохо. Из рук вон. Что ты делаешь? Если ты так будешь продолжать дальше петь, ты никогда, слышишь меня, никогда не будешь на дне. А он ждет тебя все это время. Ты всегда будешь в космосе, потому что ты космос. Браво! Дорогой канал НТВ, я вас умоляю, вы открыли эту звезду, пожалуйста, ведите ее. Она так нужна людям. Смотрите, что она сделала своим выступлением. Она перевернула просто всю атмосферу в зале. Гений, девочка, я тебя люблю. Спасибо. Диана Анкудинова. Диана Анкудинова, потрясающе. Спасибо огромное. Это все выступления на сегодня. Впереди финальное голосование. И сейчас, дорогие артисты, вы должны распределить между вашими коллегами баллы от 2 до 9 по системе Евровидения. Себе балл ставить нельзя. Так что, уважаемые дамы и господа, берите в руки планшеты. У вас есть примерно минута на принятие решения. А пока наши артисты голосуют, давайте вспомним все выступления сегодняшнего дня. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры делал DimaTorzok 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 Девять баллов от Анатолия Цоя А что поставил Анатолий Цой своим другим коллегам прямо сейчас на ваших экранах? Слово девяточницы по шкале Анатолия Цоя Диана Анкудинова Я начну с девятки и потом чуть-чуть продолжу Девятку я сегодня поставила абсолютно неожиданно также и для себя самой Зовут его, значит, Стас Окей! И смотрите, в чём прикол Вообще я хотела девятку поставить Славе Макару Но что-то пошло не так И ты поставишь его два, правильно? Нет, нет Но я поняла, что у Стаса, возможно, больше не будет таких крутых номеров Что? Да Диана, ты просто рупор правды нашего шоу Стас, это был свой последний шаг О май гад Они ещё будут Я ещё ни разу не разделся Да! Держись до финальной программы И двоечку я поставила Кариночке Когда-нибудь я должна была тебе её поставить Хорошо, я принимаю Взгляните на таблицу Дианы Анкудиновой, прошу Не, просто Диана сказала, но хотела мне поставить девять Хотела поставить Славе Макарову девять, но поставила... Пять Пять Зачитайте Рэп Конечно СМС СМС От человека Зовут его Александр Григорьевич Костюк Это муж Надежды Бабкиной Дорогой Стас Будь добр Поставь этому огородному чучелу Два А при чём здесь Бабкина? Ой, Кадышева До свидания Кадышева Кадышева Даже двойку нормально поставить не можешь Так два Нет, нет, нет Так два Кадышева испутать Как так хорошо? Надевай, надевай, да Надевай Давай, давай Кому девятку, сеньор? Каждый раз, когда он приходил в гримерку Я думал, он покончит с собой Он сидел Он говорил Мне плевать Опять Кирилл, что ли? Мне плевать, что они стали Да, я просто устал Кто тебе звонил, говорит Я просто устал И я понимаю, что ему ни хрена не плевать Друг мой Славка, ты заслужил Ты крутой Спасибо, дорогая У нас сегодня не голосование, а контрастный душ Остальные баллы от Стаса Костюшкина Вы видите сейчас на экране Славка, Макаров, давай Да Отдувайся за девятку от Стаса Да подожди, сейчас интересно, кому два Потому что если Цою, это просто истерика Судя по его смеху Я пожалею, потому что я деньги на это не поставил Слушай, на самом деле Я этому человеку всегда ставил высокие баллы И восьмерки были, и другие оценки Вот И я у него спросил Ты не обидишься? Он сказал, не обидишься Я говорю, Стас, два А ты корону нанесешь? И это после девятки Отдай Слушай, по крайней мере, я сказал, что я очень хочу Стасу подарить Коронуй-то, посмотри Ты не отвлекайся, ты коронуй Понимаешь? Я вернулся Кому, пожалуй, девятка Система моя сломалась Ответочка не прилетит Несмотря на то, что эта женщина меня не любит Не любит мое творчество Юлия Паршута, девять Вау А ты нарываешься, да? Юля Паршута получает девять Спасибо Давайте посмотрим, какие другие оценки он раскидал Ну ты и раскидал Ну ты и раскидал Алиса Монн Кирилл Корону возвращай Несите На колено Ничего себе На колено Второй раз корононосит На колено Давайте не забудем корону и будем каждый выпуск носить А тебе идет, кстати, да Слав, а тебе я второй раз уже ставлю девятку Вау По-моему, да Ого-го Ну просто, да, так зашло Спасибо большое Спасибо Таблица Алисы Монн выглядит вот так Ну что же, Карина Кокс и решит, чьей же окажется корона в финале Марк, прости, но мне кажется, тебе там так весело Мне очень весело, это правда Не обижайся Марк, на колено Оставайся, мальчик, с нами Ты будешь? Рядом с королем Кому девятку? Есть в нашей компании человек, который сегодня действительно совершил прогресс И это Слава Макаров Карин, спасибо Девять, Слава Макаров Посмотрим общую таблицу Карины Кокс Ой Стас Костюшкин, восемь баллов Орел, спасибо А теперь своими баллами распорядится наш дорогой гость Ольга Кормухина У меня девиз такой, либо все, либо ничего Я девятку отдам Диане, просто и на этом успокоится мое сердце Спасибо Девятка от Ольги Кормухиной Диане Анкудиновой Спасибо большое Ну что же Это правда И вместе с баллами от Ольги Кормухиной Результат сегодняшней программы получился таким Победителем выпуска становится Диана Анкудинова Результаты по итогам пяти программ Друзья, барабанная дробь Диана Анкудинова смещает с первого места Карину Кокс А Стас Костюшкин И ныне там И по традиции песня победителя На бис Мы встретимся в следующую субботу В 2020 на НТВ Тимур Родригес Тимур Батрудинов Шоу Маско Одинокая звезда В небесах к себе манит А уставшая душа С каждым днем сильней болит День прожить, чтобы опять Ночью просто не уснуть Больше нечего терять Вдруг поняв простую суть Ты тянешь любым небесам Ты вдруг услышишь голоса Батя еще чуть-чуть Мы тебе укажем путь Батя еще чуть-чуть Мы тебе укажем путь Ты тянешь руки в небесах Ты вдруг услышишь голоса Батя еще чуть-чуть Мы тебе укажем путь Батя еще чуть-чуть Мы тебе укажем путь Батя еще чуть-чуть 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 Батя еще чуть-чуть